Таинство брака и чудо рождения. 18 декабря исполняется 100 лет со дня образования Ивановского ЗАГСа. Вот уже целый век здесь закрепляют на бумаге самое значимое событие в жизни каждого. У большинства ЗАГС ассоциируются со свадебными торжествами. Ежегодно более 6 тысяч горожан. В этих стенах обмениваются кольцами и клянутся друг другу в вечной любви. Елена Смирнова в комитете более 10 лет. За это время успела поработать на разных должностях, в том числе в залах бракосочетаний. По отношению к гражданам, которые приходят к нам на регистрацию брака, мы испытываем разные чувства, потому что все они приходят с разным настроением. Мы обязаны создать им торжественный настрой, потому что это именно торжественная регистрация брака, чем мы в принципе и занимались, и с честью, я думаю, мы это выполняем. Не секрет, что институт семьи переживает не лучшие времена. Каждый второй брак распадается в течение нескольких лет. В Ивановском ЗАГСе тем временем отмечают положительную динамику. Свадеб в 2017-м стало больше. Разводов меньше. Конечно, заключением браков работа ЗАГСа не ограничивается. Комитет предоставляет около дюжины государственных услуг. Одна из наиболее востребованных – регистрация рождения ребенка. Ежегодно на свет появляется более пяти тысяч Ивановцев. Мальчиков сегодня популярно называть Артемами и Александрами. Девочек – Анастасиями, Мариями, Аннами. Встречаются и более редкие имена. У девочек Марьяна, Изабелла, к примеру. У мальчиков Ярослав и, допустим, Демьян. В этом году Ивановская область вошла в число пилотных регионов по созданию единого государственного реестра. В нем должна размещаться информация о деятельности ЗАГСов по всей стране. Кроме того, в ЗАГСе ведется масштабная работа по цифровке архивных документов. Все новые записи заносят в компьютер. И если сто лет тому назад все важнейшие события жизни любой семьи – рождение, браке и смерть – записывались в метрических книгах, то на сегодняшний день практически треть уже архивных и третья часть метрических книг, архива нашего, переведена в цифру. За вековую историю в ЗАГСе многое изменилось. От перечня предоставляемых услуг до способа ведения документации. Неизменным остается одно – вся информация о населении бережно хранится в архивах и постоянно пополняется.